Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и я охочусь на тебя. Сезон 3, серия 3. Я берусь за это дело. Вдох-выдох, вдох-выдох, медленно, не обращая внимания на шум вокруг. На вдохе счет до 8, пауза, выдох, снова до 8, пауза. На который час вы нашли тело? Его ломанный английский раздражал не так сильно, как то, что он прерывал твое дыхание. Но не отвечать было нельзя, ты сглотнула. Около трех, я думаю. Мы приехали утром между 10 и 11. Да, потом мы перееделись и изучали отель. Это может подтвердить администратор, он рассказывал нам об отеле. Вы все стоять вместе? Да, пока администратор говорил с нами, потом мы разошлись. Ты ощутила короткий толчок благодарности. Сэм тоже говорил по-английски, не оставляя вас в стороне от разговора. Когда? Не знаю, к половине первого. Я думаю, что чуть раньше. Потом мы пошли к горячим источникам. Она в подробностях начала рассказывать про столкновения с мужчиной и панику Монаке. Слушая ее голос, ты снова начала погружаться в себя. Видели Макота, Нильсен? Капилляры, пульсирующие в глазах, делали сцену красной, кровавой. Ты задышала, предалевая тошноту. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вы почему не отвечаете на вопрос? Не дождавшись твоей немедленной реакции, он помахал рукой перед твоим лицом. Офигеть, ребята! Больше так, пожалуйста, не надо. Кто еще испугался при прохождении? Напишите в комментариях. Тебя словно выдернули извязкой, но теплой воды. По рукам побежали мурашки. Как отреагировать? Успокоиться. Теб хватила себе руками, старательно подавляя дрожь. Тяжелая рука Александры легла тебе на плечо, притянула к нему под бок. Мрачно глядя на полицейского, он шепнул тебе в ушко, шевельнув волосы дыханием. Отлично держишься, Минкера. Еще пара вопросов, хорошо? Обещаю, мы скоро уйдем. Полицейский сморщил лоб, выражая одновременно неловкость и сочувствие. Я делаю свою работу, вы должна отвечать. Мы не видели Александра и Сэма, пока они не прибежали на крик Рэйчел. Хорошо. Макота-сан, Нильсен-сан, вы будете спрашивать отдельно. Вы нас допросите отдельно? Да, потом. Сейчас преступник все равно находит. Находит? Что? Вы нашли убийцу? Вы все оторопело уставились на мужчину. Тот важно кивнул. Да, убийца, он родственник. Папа жены. Честь? Верно. Тесть того, что убили. Хисау Агава. Вы его знаете? Первый раз слышим. Высокий, большой, с вот такими руками. Немножко толстый. А, мы видели его на стойке регистрации. Помните тот, что скандалил? Он делал драка? Нет, просто был чем-то недоволен. Это надо спрашивать у Има и Сана. Я спрошу. Вы никуда не уезжайте. Это важно. Да, мы знаем процедуру. Ты скривилась, пытаясь подавить отвращение, поднимающееся изнутри. Слишком хорошо знаем. Полицейский кивнул и отошел от вас коллеги, который осматривал сауну. Интересно, и как это получилось, что они с порога знают, кто убийца? Гениальные сыщики. Непревзойденная дедукция. Расследование высшего класса. Завидуешь? Преклоняюсь. Девчата, идите в комнату. Мы сейчас присоединимся. Рейч, закажешь чаю на всех? Вы надолго? Нет, просто хочу посмотреть на этого убийцу. Идите, мы скоро. Поиграй за Александра и Сэма. О, давненько этого не было. Дай угадаю. Ты не веришь, что он убийца. Думаешь, что тут есть тайна и хочешь это расследовать? Ага, и мы играем в этот раз за Сэма. Это, видимо, чтобы не было обиженных за прошлый раз, что за Сашку мы играли по стату логики. И наоборот, теперь нам поменяли местами ребят. Это одна из теорий. А может, я захотела полюбоваться на Има и Сана? Мое сердце разбито. Сэм безлобно усмехнулся, выглядывая из-за стенки искусственного садика. Идут. Бедный Имаи стоял, крепко отцепив руки перед собой и без конца кланялся полицейским. Точно перепуганный такой. На растерянного мужчину он даже не смотрел. Ух ты. Тот даже не оказывал сопротивления. Только удивленно моргал и повторял одну фразу. Сима сень дичта, сима сень дичта. Как-то так. Что он бормочет? Что не делал этого? Глаза Александра сузились. Он с напряженным вниманием следил за сценой у стойки. Наконец он медленно протянул. Я верю ему. Что он этого не делал? Или по крайней мере не знал, что делает? Сэм, пойдем, пока нами не заинтересовались. Один из полицейских вдруг вскинул голову в сторону искусственного садика. Но угол коридора уже был пуст. Во что вы опять пытаетесь нас впутать? Ладонь Александра успокаивающе гладила тебя по волосам, и ты даже не открыла глаза на Рэк Рэйч. Мужчина поцеловал тебя в макушку, окутав запахом своего парфюма. Ты вздохнула и прижалась к нему поближе, впитывая успокаивающую атмосферу его близости. Почему сразу впутать? И почему сразу мы? Это была его идея? Сэм приподнял глаза от чашки, вопросительно осуждающе глянул на друга. Лично я не хочу ничего знать. Даже если это был не он, какое нам вообще дело? А нам дело до того, что если этот Агава не убийца, то он остался тут, в отеле. Наступила зловещая неприятная тишина. Рэйчел испуганно вскинула голову. Александр задумчиво смотрел в окно, бездумно покачивая чашку чая. Тяжелое молчание расколол неожиданный стук в дверь. Ты вздрогнула всем телом. Александр пружинисто встал и чуть приоткрыл створку. Кто? Я бесконечно прошу прощения за то, что тревожу вас в такой момент, но Кимура-сан очень просит возможности. Тадако? Он пихнул Александра плечом и сам открыл дверь. Администратор с порога робко протянул ему телефонную трубку. Если вас не затруднит. Поговори с Тадако за Сэма. Привет, гостеприимный хозяин. Мы точно уедем отсюда живыми. Ух ты, любит винишко Тадако. Нет, я нанял киллеров, потому что устал от этого бизнеса. Сэм, это просто неконтролируемый занос. Я никогда не отмою репутацию этого филиала. Ну, может еще не все так плохо? Откуда я знаю? Меня там даже нет. Сэм, это провал. Полный провал. С каких пор ты такая истеричка? Сходи, глотни чего-нибудь, успокойся. Так он в процессе уже. Я думаю, администратор меня обманывает, и в отеле поселился десяток убийц. Губы Сэма несколько разжались в линию, выдавая задумчивость. Должен тебе сказать, что здесь что-то нечисто. Тадако запыхтел еще быстрее. Что-то ухнуло, и в трубке раздался громкий стук, потом шуршание. Прости, я выронил телефон. Что ты имеешь в виду? Оно объяснись немедленно. Что там такое? Что? Да убери ты ногу с газа. Просто не знаю. Считай это интуицией. Мне не понравилось, как вел себя этот парень, арестованный. Он как будто действительно не делал этого. Не знаю, как объяснить. Сэм, Сэцуо, не смей говорить мне, что убийца все еще там, в моем отеле. Последние слова он выделил так, что они почти вывалились из динамика. Я же просил не называть меня Сэцуо, слезняк. Сэм, ты же уже получил лицензию, да? Расследуй это дело. Что? Ты серьезно? Абсолютно. Только не вздумай просить золотые горы. Но разумную сумму я заплачу. Я знаю местную полицию. Они даже угнанный велосипед не найдут. А ты тертый калач. Поищи, поразнюхай. Я дам распоряжение, чтобы прислуга тебя слушалась. Если твоя интуиция тебя подвела, я буду над тобой много смеяться. Но спа в подарок ты все равно получишь. А если убийца еще на свободе... Он тяжело задышал в трубку и что-то глотнул, будто проталкивая камень в горло. То считай весь отдых в подарок. И гонорар сверху. Мне нужно посоветоваться с командой. О, так ты там со своей командой? Идеально. Отлично. Тогда звони, как решитесь согласиться. В трубке раздались короткие гудки. Передав трубку Юме, Сэм обвел комнату тяжелым взглядом. И? Он предлагает нам расследовать это дело. Нам? Я не справлюсь в одиночку. Агата, Александр, Рэйчел. Мне нужна команда. Вы не хотите временно наняться в мое детективное агентство? Вы втроем начали переглядываться с разными выражениями лиц. Он... Хм... Будет нам платить. Александр одобряет твой подход к бизнесу. Давайте создадим профсоюз и выбьем из него 80% гонорара. И премии за хорошую службу. Эй, я все еще тут и я все слышу. Ребята, Тадака мой старый друг, и я многим ему обязан. А ты, Александр, вообще давно примерялся поработать над каким-нибудь делом. Застегнутый врасплох мужчина, несколько раз сменил выражение лица, не нашел подходящего и набычился. Ну, предположим, это так. Но ты будешь Ватсоном. Ха-ха-ха. Ха. Надейся, Арчи Гудвин. Хе-хе-хе. Александр хохотнул, ладонями обрисовав вокруг Сэма пышные объемы. Рэйчел фыркнула. Мне не нравится эта затея. Рэйч, пожалуйста. Мне не обойтись без вашей помощи. Она недовольно вздохнула, но кивнула. Но, чур, вы не будете кидать женскую половину команды в самое пекло. Да, я как бы. Хе-хе-хе. Агата точно не против сто процентов. Благо, опыт активных действий у меня уже есть. Ты мрачно прихлебнула из своей чашки, игнорируя сочувственные взгляды друзей. В общем, позвоню Тодаку, скажу, что мы согласны и попрошу проинструктировать прислугу. Ты невесело вздохнула ему вслед. От нечего делать, вытащив телефон из кармана, ты обнаружила пропущенный вызов. О, Бригитта звонила. Там все в порядке? Ты инвестировала в рыбацкую деревушку. Сейчас узнаем. Да, бабушка Бригитта, здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуй, дочка. Вот звоню сказать, что последний финансовый отчет составили. Все лучше, чем мы ожидали. Самокупаемость уже есть. Оливия говорит, еще месяца два и выйдем в доход. Но с рекламной компанией есть некоторые проблемы. Там Скансен считает, что мы посигнули на святое и грозится устроить нам бойкот. Не волнуйтесь, бабушка. Я с ними разберусь, как приеду обратно. Меня больше волнуют новые аттракционы, особенно конюшня. Ой, дочка. Так это ж самое лучшее. Дети в восторге. Некоторые родители сюда каждые выходные таскают. Очереди уже с утра растягиваются. Конюх говорит, надо новых лошадей искать. Благодаря смелой инвестиции твои дела пошли в гору. Приятно это слышать. Вы меня порадовали, бабушка. Тогда я с вами прощаюсь. Хорошего дня и звоните, если что. Бригитта на том конце помолчала несколько секунд, а потом странным тоном ответила. Береги себя, дочка. Неспокойно мне что-то на душе. Демоны, они не знают ни границ, ни жалости. Да хранят тебя боги. Ты удивленно посмотрела на потухший экран смартфона. Что-то не так? Да, Бригитта опять кидается мистическими фразочками. Надо было ее в гадалке назначать. Успех был бы гарантирован. Рэйчел решительно оставила чашку и заявила. Не знаю как вы, а я есть хочу. Пошли перехватим Сэма и перекусим. Желудок ответил за тебя громким и требовательным урчанием. Так, чтобы все услышали. Пока выходили вдоль ряда блестящих чафиндишей, Немногочисленный вышкаленный персонал стоял в стороне. Все такое экзотическое. Я даже не знаю, что взять. А оно все точно безопасное. Ты думаешь, тебя отравят в ресторане такого отеля? Ну, не знаю. После того парня в сауне я готова к чему угодно. Возьму просто риса. Оставь свою диету, поешь нормально. А я возьму... Утка с рисом. Рисовые пирожки. Утка с рисом. По крайней мере, она выглядит знакома. Но с местными специями. Этого я и боюсь. Но кто не рискует, тот уходит голодным, да? Схватив свою тарелку, ты потащил ее к столу, когда дверь ресторана снова открылась. Ух ты. Я сейчас умру с голоду. Не говори мне, что ты уже израсходовала свой жировой запас. Оуч. Сейчас еще получишь. Сдаюсь. О, ребята, вы тоже тут. Александр вынул палочки из своей миски и невежливо наставил их на ребят. А вы где были? На лыжах катались, а что? Пока вас тут не было, тут произошло убийство. Несколько секунд Ева переводила взгляд с лица на лицо, ища признаки пранка. Наконец она сузила глаза и подбоченилась. Плохой прикол. Я не поведусь. Не прикол. Вы не видели полицию у входа, что ли? Нет, мы заходили с черного хода. Сэм и Александр переглянулись с непонятным тебе выражением лиц, но промолчали. Так, кто-нибудь объяснит, что случилось? Убили какого-то парня мафиозного вида. Ага. Перерезали горло. Брутальный способ разобраться с врагом. Он небрежно ковырнул свою лапшу, глядя прямо в глаза Еве. Либо у меня паранойя, либо ты на что-то намекаешь. Он ни на что не намекает. Сэм, что за манеры? Ребята пришли поесть. Садитесь с нами. Да, минутку. Когда ребята подсели с полными тарелками, Александр небрежно спросил. И как сегодня лыжный трек? Эллия, потер шею обеими руками и глубоко вздохнула. Нормально. Ева вон грохнулась, как новичок, прямо на филе. Девушка поджала губы и, проглотив креветку, кивнула в сторону спа. Так, что произошло? Ты кисло скривилась и сухо поведала о подробностях обнаружения тела. А о просьбе Тадаку ты скромно молчала, решив оставить эту честь Сэму. Ребята слушали с интересом, но без особого энтузиазма. Вот это карма. Хотели убежать от всяких дел, и вот вам. Он покачал головой, ловя взгляд официантки и показывая ей что-то жестами. А я не считаю, что это должно нас касаться. Убийцу нашли? Нашли. Все, тема закрыта. Неприятная история, конечно, но ничего такого, что должно испортить нам отдых. Бесшумные официанты вдруг возникли рядом со столом, поставив перед каждым из вас по маленькому стаканчику саке. Вот что. Я предлагаю тост. За то, чтобы заслуженный отдых прошел без дальнейших экстесов. Он приглашающе поднял свой стаканчик, его достала телефон и протянула официантке. Ой, а сфоткайте нас, пожалуйста, на память. Только дайте позу нормальную принять. Ты встряхнула волосами, укладывая их поприличнее и улыбнулась во весь рот. Стаканы взлетели вверх, телефон класснул звуком затвора. Ну, фоточка, где ты? Ой, прикольно. Мы обычно видим их всех поодиночке, там слева, справа. А тут они реально толпой сидят. Класс. Интересно. Эй, я был не готов. Нечего щелкать клювом. Давайте еще разок. Ну нет, ты останешься в истории таким красавчиком. Однако я протестую. Сэм, ты здесь хорош, не прибедняйся. Сэм, я ревную. О боже. Нет, только не начинайте, я заранее сдаюсь. Рассмотрев фотографию, Ева спрятала телефон в карман и встала. Я объелась и хочу спать. Или, может, кто-нибудь хочет со мной на источник? Ты передернулась всем телом. Нет, спасибо. Мы на сегодня уже накупались. Мне нужно отзвониться Чеку. У нас у всех есть планы на вечер. Ну ладно, тогда увидимся позже. Она махнула рукой и ушла. Немного погодя, отклонился и Элли. Ты сразу напустилась на Александра и Сэма. А ну выкладывайте. Я видела, как вы переглядывались, пока ребята рассказывали про лыжи. Они сказали, что прошли через па, но про преступление не знали. Как считаешь, что это может означать? Что они внимательные, как слепая бабушка? Ой, это очень вряд ли. Полицейского там не было? Логика. Нельзя увидеть полицейского, которого нет. Верно. Если полицейского не было у двери, они его и не увидели. Значит, полиция не оставила ему сменчика. То есть его можно выманить с поста. Чтобы осмотреть сауну без помех. Отличная мысль. А что, нас без этого не пустят? Мы же ведем расследование по заказу хозяина отеля. Не пустят. Не имеют права. Им нужно документы оформить, все такое. И персонал у них кот наплакал, раз оставили этого парня одного. Наверняка ждут экспертную группу из города, а сами только отпечатки пальцев и поснимали. Боюсь, пока не будут заняты бюрократией, мы упустим слишком много времени. Ты задумчиво постучала палочками по губам. Этот жест почему-то привлек всеобщее внимание. Нам нужен четкий план расследования, а еще план отвлечения полицейского. Не стучи так палочками, это не очень прилично. Насчет расследования у меня есть кое-какие мысли. Поделись. Больше всего нас интересует мотив и возможность совершить убийство. На первый взгляд, мотив мог быть только у Хисао. Они, родственники, вероятно, жили в одном номере. Думаешь, они тут были только вдвоем? Скорее всего, но мы это еще проверим. Нужно допросить персонал. В первую очередь, ту девушку с зелеными волосами на стойке регистрации СПА. Монако, а еще ту, с которой этот мужик гулял утром. Это ты о ком? С ней говорила Ева, когда мы подъехали к отелю. Да, точно. Хм. Курортный роман как мотив? Возможно. Да, хорошо бы ее отловить. А с самим этим Хисао мы можем поговорить? Если его увезли в город, то вряд ли. В любом случае, начать надо с сауны. Есть идеи, как отвлечь полицейского? У меня есть одна идейка. Рэйчел, обхватив себя руками, с тревогой глядела на окна отеля. По-моему, это не самая лучшая идея. Вдруг нас поймают. И что нам предъявят? Из него невозможно убить. Стартовый пистолет. Ну, скажут, что мы хулиганим. Будут вопросы задавать. Они же считают, что арестовали преступника. Никто не будет докапываться. Скажут, что мы украли имущество отеля. Во-первых, не украли, а одолжили. Во-вторых, кладовки надо лучше запирать. Рэйчел сложила руки на груди и выгнула бровь. Один в один, осуждающий Александр. Главное, убеди его, что это был выстрел, и он должен глянуть. Готово. Она кивнула без особого энтузиазма. Ты направила пистолет в сторону леса и выстрелила. Звук получился неожиданно громким и объемным. Ты вздрогнула, хоть и была к нему готова. Десять секунд спустя Рэйчел побежала в сторону спа. Ты выждала минуты две, а потом потрусила. Так, куда я знаю, куда мне надо потрусить. И что потрусить? Шучу, конечно. Давайте первый вариант. По очереди пойдем в лес. Пришлось делать крюк, чтобы выскочить на протоптанную дорожку. Ты пробежала три десятка метров и нырнула в глубину леса, постаравшись отпрыгнуть подальше от тропинки. Сделав несколько шагов, ты подпрыгнула и сильно тряхнула ветку ближайшей ели. Снег рухнул с нее, смазав следы, а ты начала красться дальше, стараясь держать отель в поле зрения. Ничего себе, прям она как следопыт, только который наоборот, заметает свои следы. Наконец, на площадке перед отелем показался человек в форме. Отлично, так ты спряталась в надежном месте. Супер. Отлично, теперь второй выстрел. Стреляя в какую-то елку в глубине леса, ты краем глаза следила за полицейским. Тот немедленно встрепенулся и положил пальцы на пояс у самой кобуры. Затем пригнулся и двинулся вдоль кустов. Ночью в лес в темноту, где бродит потенциальный преступник с пистолетом? Ты или очень смелый, или очень глупый. Наблюдая за мужчиной, ты тихо отползла назад по снегу. Глубокий даже здесь, под елками, он проваливался внутрь себя, заметая следы. Время от времени ты дергала пушистые ветки, обрушивая снег на свою тропу. Идти приходилось очень медленно, чтобы не хрустеть снегом. Вот всегда бы агата была такая сообразительная. Полицейскому на укатанной дороге было куда как проще. Ты прикусила губу, отчаянно оглядываясь по сторонам. Еще немного, и он поравняется со мной. Бросив взгляд вниз, ты лихорядочно начала скатывать в руках снежный шарик. Как поступить? Снежок полицейского? Отчаянно размахнувшись, ты швырнула снежок в голову полицейск. Прям в голову? Тот выдал невразумительную тираду, а потом выдернул пистолет из кобуры. Руки вверх, выходи! Я вообще не поняла, зачем мы снежок бросали. Твое сердце упало в пятки, дуло смотрело прямо тебе в грудь. Медленно подняв руки и предусмотрительно выронив стартовый пистолет в снег, ты вышла на свет. А, все так хорошо начиналось. Так, ты глупо попалась полицейскому, вернись в прошлое и повтори попытку. Окей. Ну давайте в машину, не знаю. Мужчина поворачивался всем корпусом справа налево, пытаясь охватить взглядом все пространство парковки. Ты дождалась, пока он развернется к тебе спиной в очередной раз? И отчаянно размахнувшись, швырнула снежок в ближайшую припаркованную машину. Та в ответ возмущенно завизжала, призывая своего хозяина полюбоваться на это нахальство. Полицейский подпрыгнул, рефлекторно выхватывая из кобуры пистолет и разворачиваясь к машине. Поднявшийся гвалт так надежно приглушил твои торопливые шаги, что ты даже не оборачивалась. Обогнув отель под прикрытием леса, ты понеслась мимо спа наверх в свою комнату. Когда шаги полицейского затихли, ребята показались из коридора. Так, там быстро уплыло, вроде и грозе Александра. Минут пятнадцать у нас есть. Давай не затягивать. Начни с сауны, я гляну здесь. Слушаюсь, босс. Конечно, босс. Вы самый умный, босс. Шевели булками, мисс Марпл. Мерзко подхихикивая, Александр нырнул под натянутую ленту. Несмотря на отключенное оборудование, в комнате было на пару градусов теплее, чем снаружи. Запах крови вызвал рвотные порывы, так что мужчине пришлось тиснуть зубы, удерживая желудок на месте. Итак, что мы имеем? Поговорим с сам собой. Ой, кровь там. Времени не так много. Внимательно осмотреть можно картину в целом. Ты ведешь расследование в верном направлении. Мы прям исполняем мечту Александра. Мужчина вздохнул, встал посреди помещения и, чуть расслабив глаза, начал впитывать в себе обстановку. Впитывай, Саню, впитывай обстановку. Следов борьбы нет. Он как будто и не вставал, когда вошел преступник. На незнакомого или чужого человека он бы точно отреагировал. Это говорит в пользу версии о вине Хисао. Или это могла быть та девушка, с которой он гулял? Скрестив руки на груди, Александр встал у двери и бесстрастно уставился на скамью. Напрягая память, он старательно вызывал в памяти картину, которую видел, когда примчался на крик девушек. С такого ракурса он похож на любого постояльца отеля, даже на меня. От этой мысли мужчину передернуло, и он оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что Сэм не смотрит. И натолкнулся на вопросительный взгляд друга. Ну, что у тебя тут? Есть что-то интересное? Саня такой, я тебе вообще-то уже сколько там кричал текст, а ты что не слышал? Ох, ну вообще, забыли кавычки добавить, это было странно, что Саша вслух сам с собой разговаривал. Я бы не сказал, просто понятно то, что версия о Хисао ничем не опровергается. Еще я сказал бы, что у той девушки, с которой он гулял, тоже были все шансы. Это если она без алиби и с мотивом, разумеется. Хотя есть одна вещь. Сэм, мрачно оглядывавший сауну, поднял бровь. Он похож на кого угодно. Он лежал лицом вниз, не снимая халата, так? Представь, что он отвернулся к стенке. Телосложение, рост, прическа. От двери он мог сойти за тебя, меня, Юму, кого угодно. Убийца не увидел бы его лица, пока не повернул бы его к себе. Сэм нахмурился еще больше, обдумывая новую информацию. В кармане у детектива зажужжал телефон, он выхватил его и только глянул на экран. Это Агата. Время вышло, пошли. И, бросив последний взгляд на следы крови на полу, мужчины поспешно убрались. В общем, это все, что нам пока удалось узнать. Не густо. Было бы густо, боюсь, полиция бы тоже это заметила. Логично. Каков наш дальнейший шаг? Айя Бун. Потом опять будут писать в комментариях, Алиса матерится. Айя Бун, что это такое? Опять Агата в гугле понаходила словечек. Боги, я не хочу знать, откуда ты узнала это слово. Он потер переносицу, игнорируя сдавленный смех Александра. Нужно допросить свидетелей. Тогда нам стоит узнать, кто из прислуги и гостей утром были на месте. Надо спросить Юму. А я думаю... Это не даст нам всей картины. В спа-зону легко зайти со стороны леса. Преступник мог и не иметь отношения к гостям или персоналу. Окей. Я считаю, самое время разделиться. А мы точно в детективе, а не в фильме ужасов. Ужасов, хороший вопрос. Если во втором, я отказываюсь разделяться. Даже с вами. Если мы в фильме ужасов, это быстро закончится. Максимум за полтора часа. Так что убери себя в руки. Кроме того, тебя я как раз попрошу остаться в комнате и пошариться в интернете. Вдруг всплывет какая-то информация о наших ребятках. Александр пойдет в комнату Агавы и глянет, можем ли мы туда проникнуть. Агата, тебя я попрошу осторожно поговорить с Элей или Евой. О чем? Они говорили с этим Мусаши утром. Мало ли что могли заметить. Кроме того, я бы проверил их алиби. Чисто на всякий случай. Сделаешь? Да, поговори с Евой. Или с Элей. Так я должна выбрать, наверное? Нет, с Евой. А это он ревнует. Я сразу не поняла. А ты что, ревнуешь? Ты умиленно склонила голову на бок и мужчина фыркнул, всморщив нос. Не доверяю этому бугаю. Посмотрим, кого из них я сумею поймать. Устала, потеряв поясницу, ты встала и пошла в ванную, чтобы переодеться. Еву ты не нашла, а вот Элей тебе попался прямо на парковке. Он стоял, озадаченно глядя вглубь одной из лесных тропинок. Эй, большой мальчик, ты чего тут в одиночестве? А ты? Вышла на ночную охоту, кровушки попить. Тогда ты промахнула жертвой. Ева из меня уже все сегодня высосала. Ты понимаешь, насколько двусмысленно это звучало? Мужчина хохотнул и приложил руку к сердцу. Клянусь, что замышлял шалость и только шалость. Так ты гулять вышла? Да, проветриваюсь. Тогда давай со мной до того холма. По-моему, вот эта тропинка туда ведет. А я говорила, что надо было направо сворачивать. Да там же ни черта не понятно. Темно и шуршит кто-то. Это вампиры по твоей душу пришли. А, товарищи твои подтянулись. Да, местность, конечно, сказочная. Ты безлобно ударила его в плечо, и он, скорчив лицо умирающего, рухнул прямо в снег. Не успела ты это прокомментировать, как его нога сделала тебе подсечку. Б... что? Дальнейшая потонула в снежном крошеве, забившемся тебе в ноздри и в рот. Та за шо? Элия захохотал, швыряя в тебя горсти снега. Как поступить? Закидать его снегом. На тебе, на! С каждым на в лицо мужчине летела свежая порция снега. Его лопищи сгребли целого снеговика за раз и уронили тебе на голову. Снеговика? За шиворот-то не надо! За что? Ты подскочила и принялась лупить ногами по мягкой прослойке из снега и куртки Элия. Сдаюсь, сдаюсь. Белый флаг. Пнув еще раз для успокоения нервов, ты выпрямилась. Капец. Получается, он снеговика ей на голову, а она его ногами-руками. Ты потерла варежкой нос и содрогнулась всем телом. Ух, холодно. Ты чего такая мерзлявая? Так ты мне насыпал за шиворот половину снега из этого леса. Тюх, любительница драматизировать. Ты махнула на него рукой и плюхнулась на задницу прямо в снег. Снег, отражая лунный свет, делал пейзаж нереально контрастным. Чёрные тени, длинные полосы белого. Элия тоже притих, потом рассеянно, словно самому себе тихо пробасил. Со вчерашнего дня ображусь здесь и думаю, чёрт, вот бы не возвращаться назад. Устал. Он пожал плечами. Вещи, которыми мы занимаемся, имеют свойство утомлять. Много денег, много ответственности. Он вытянул перед собой руки, рассматривая их на фоне снега. Я всё ещё не знаю, хочу ли быть с вами. Ты ещё не решила, работать ли с мафией. Элия тяжело вздохнул, поднимая взгляд к горизонту. Тебе стоит определиться. Ты злишь этих людей, держишь их в подвешенном состоянии. Это не полезно для твоих дел. Ты пожала плечами, ковыряя носком ботинка снежное одеяло. Как покатались сегодня? Элия безропотно принял смену темы. Хорошо покатались. А вы таки решили взяться за это дело с убийством? Да, скорее всего. Но вас же не было в отеле в тот момент. Он покачал головой. Может, вы заметили что-то утром? Вы же говорили с тем парнем, когда мы приехали. А, так это его убили? Ну, не могу сказать, что заметил чего-то необычного. Он ждал кого-то у отеля. Я потом понял, что девушку. И мы ему не приглянулись. Мы спросили, как лучше дойти до подъёмника. И получили ответ сквозь зубы, типа, закажите такси. Но нам хотелось прогуляться. И там вроде всего несколько километров, так что... Ну, крутые ребята, по снегу несколько километров. Я психанул, в общем, и сразу отошёл. Ева уже сама с ним дальше говорила. Вообще странно. Элия такой внушительный дядя, да? Такой, два метра у него с чем-то, по-моему. И этот японец ему ещё, типа, закажите такси. Хотя, как оно его сразу не ударило, непонятно. Удивительно мирное настроение у неё было этим утром. Ты поднесла губам горсть снега, прикоснулась к ней губами. Понятно. Бррр, холодно. Если жрать снег, разумеется, будет холодно. Он с готовностью распахнул тебе свои объятия. Ты посмотрела на него с некоторым сомнением. Теоретически, я не делаю ничего предусмотрительного. Просто греюсь. Надеюсь только, что он рассмотрит это с такой же точки зрения. Ты... Ой, это как-то так опасненько. Зная нашего Александра, он ревновал просто от мысли, что мы с ним будем разговаривать. Горда отодвинулась подальше. Поприседай там, попрыгай, я не знаю. Мне мама не разрешает с незнакомыми дядьками в лесу обниматься. Я знакомый? Минимум половина уравнения выполнена, а значит, это твёрдое нет. Покопавшись в кармане, он выудил оттуда смятую шапку. Вот, натяни хотя бы её. Ты, конечно, умница без шапки выйти. Сам-то? Хе-хе, она как с языка сняла. У меня есть, вот. В кармане она тебе очень полезна, несказанно. Просто поблагодари богов, что я такой запасливый и не вредничай. Бери. Вот и... Хм... Мне даже интересно, что это. Возьму, не знаю, что это. А ты, мёрзни. Ух ты. Ух ты. А, я думала, будет несколько видов. Ну ладно, одна шапка. Натянув её по самые уши, ты кокетливо взбила прядь и поинтересовалась. Мне идёт? Очень. Ты красивая. Обезоруженная серьёзностью его тона, ты перестала паясничать. Пойдём уже, пока я не превратилась в сосульку. Пойдём, хладное создание. Ты зашипела, пытаясь угнаться за его бодрым шагом. Хе-хе-хе. Мне кажется, он такой крепкий, что может её просто так на плечо забросить и понести. Утро оказалось недостаточно убедительным. Вставать пораньше ты и не думала. Ты спала, пока в дверь не начала стучать трудолюбивая горничная. Отправив её погулять ещё часик, ты приподнялась и глянула на часы. Ого! Сама себе завидую. В комнате кроме тебя никого не было. Ты рухнула обратно, обняла подушку и нащупала под ней бумажку. Ой, записка. Можно было просто написать смс-ку. Лениво развернув бумажку, ты замерла, как кролик, которого удав ел уже сейчас. Так, чужой почерк на записке. Никто из вас не покинет этой долины. Из углов комнаты зловеще пахнуло холодом. Ну, начинается. Я уже думала, что опять всех украли, а Агата осталась одна. Эта серия оценивается на 5 баллов из-за чувства юмора. Его сегодня было очень много. Отдельное спасибо за шуточки эти. Миссис Марпл, там, доктор Ватсон. Вот эти все дела между Сэмом и Александром. А также за то, что было достаточно много Эли, наконец-то. И эта сцена в лесу реально очень забавная. Шапочка у нас появилась прикольная. Вот она, наша фотка. Я вижу, я думала, она будет по порядку, но немножечко в разброс. Будем смотреть дальше, куда нас заведет наше расследование. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.